Ребята, к нам пришла либо россияночка, либо белорусяночка. Послушаем. Мне вот интересно, когда этот барняга уже успокоится? Вот сразу пришли и сразу обосрать. Чей почерк? Российский. Она мне третий день пытается в ТикТоке, и всё время чей. Ну, меня и надо слушать. Кого ещё слушать? Не Путина, не Лукашенко же? Это тявкает, тявкает. Бабуль, а как у детей вообще в руки-то? Ну хорошо, а через 20 лет вы что будете делать? Вы закопаете себя заживо? Телефон доверила. Ну, в Америке у всех телефонов. И знаешь, тоже бы тебе хотелось бы советить дать. Я не обращалась с советами. И вам лично тоже ничего не советовала. Это уже нужно прекращать, потому что... Все бухарики живут у вас. Наверное, вы родились во время пьянки. Совсем не на пользу тебе это идёт. Вообще не на пользу Европы тебе пришла. В Америке живут. И мы уж как-нибудь без твоих советов разберёмся, с кем нам дружить, как нам... Я вообще молчу. Вы украинцев слушаете? Дружить. Какие у нас дворы... Кстати, дворы у нас прекрасные. Покажите. Покрасные. Попрекраснее. Твое отражение в зеркале будет, поверьте мне. Ещё раз обозвать. Так что следи лучше за собой и за своим языком. Потому что вот из-за таких вот людишек, как ты, и происходят все беды. И я виновата. Оказывается, я же молчала 24-го. Никто даже меня не знал. Продолжение следует...